Жители районов области съехались на железнодорожный вокзал Белгорода, чтобы встретить Олимпийский огонь первыми. В их числе была и наш корреспондент Мария Косолапова. В истории города еще ни у одного поезда, прибывающего в Белгород, не было столько встречающих, как этим утром на улицах около железнодорожного вокзала. Белгородцы целыми семьями пришли увидеть главное спортивное событие этого года, с раннего утра занимая места поближе к сцене. Разделить радость Олимпийского праздника с горожанами и увидеть прибытие огня из Курска пришли на вокзал и наши волейболисты Сергей Тетюхин и Тарас Хтей. Пока только в роли зрителей. Эстафету Олимпийского огня им предстояло принять ближе к вечеру. В городе большой праздник. С большим удовольствием понесу эстафету Олимпийского огня. Это будет проходить в районе Дворца спортивного космоса. Поэтому в городе отличная атмосфера, замечательный праздник, люди все довольны. Ну а эту фотографию и вовсе можно считать уникальной. Еще до начала эстафеты стартующие и финиширующие факелоносцы позируют вместе видеооператором. И, конечно, не забывают про своих болельщиков. Общение с поклонниками прерывает торжественный марш. Настает время самого долгожданного момента. Олимпийский огонь – это символ спорта, символ движения, который объединяет весь мир. И сегодня мы с вами станем участниками этого движения. С праздником, дорогие земляки, с праздником Святой Белогории. Под ваши отопрительные возгласы Олимпийский огонь в первом флаге Белгорода. Белгород принимает эстафету Олимпийского огня. Белгород принимает эстафету Олимпийского огня. Старт эстафеты Олимпийского огня дан. И первый факел начинает свой путь по улицам областного центра. Спустя 200 метров Федор Емельяненко торжественно передает эстафету Олимпийского огня следующему факелоносцу – почетному железнодорожнику и заслуженному работнику транспорта России Анатолию Переверзеву. По улице Вокзальная второй факелоносец под бурные овации доставляет символ Олимпийских игр до точки первой остановки. Здесь у Музея истории Белгородского отделения Юго-Восточной железной дороги творческие коллективы областного центра песнями и танцами поздравляют белгородцев с поистине историческим событием. Мы рады, что наш город посетил Олимпийский огонь. Мы с внуком сегодня не работаем и пришли посмотреть на Олимпийский огонь. Вызывает патриотические чувства в смысле того, что вот в России наконец-то тоже ее начинается принимать опять как государство великое, как государство сильное. Ну и в конце концов гордость за своих спортсменов, за своих олимпиадников, которые будут выступать за нашу родину, за наше государство и оставить ее честь. Поздравляю всех белгородцев с большим праздником, днем Олимпийского огня встречи. Мария Косолапова, Алексей Зимин, телерадио компания «Мир Белогорья».